Неожиданным результатом завершились соревнования горно-спасателей в окрестностях Севастополя. Из трех городских команд сильнейшими оказались спортсмены-любители. Они уступили только профессиональным отрядам из других регионов России. Победы в этих соревнованиях ползут, карабкаются и едут на троллеи. На Севастопольской скале Парус соревнуются горно-спасатели семи регионов России. Подъем на скорость, рядом спуск носилок с пострадавшим. Навыки, которыми должен владеть любой спасатель. Потому на скалах в равных условиях Москва и Саратов. Привычные к горам сочинцы, команда Удмуртии и хозяева, горно-спасатели пяти крымских городов. Если дома и скалы помогают, это их шанс. Севастопольские альпинисты-любители не намерены уступать спасателям-профессионалам. На спеле в этапе их команда Skyline на поверхности работает как в пещере. Перемещается по одной веревке, не задевая ей острые края породы. А еще осторожно тянет носилки с 70-килограммовым бревном. Оно вместо пострадавшего. Одно из самых сложных испытаний на маршруте имитирует узкий извилистый ход в пещере. Трудность в том, что спасателю приходится проходить его в полном снаряжении и на время. Ведь в реальности от этого может зависеть спасение чьей-то жизни. У участников из Саратова в регионе гор нет, но нет и послаблений. За этапом самоспасения, где один из альпинистов связки оказывает помощь другому, наблюдает начальник областной службы. И силы как будто удваиваются. Здесь выступает, на мой взгляд, элита спасательных сил страны. Проходить все те же самые дистанции, укладываясь в контрольное время и свержая их фундаментальных ошибок, на самом деле это дорогого стоит. Севастопольцы из Skyline тем временем финишируют. Капитан еще не знает, что они в четверке лидеров. Впереди двух других команд города. Центра гражданской защиты и Центра туризма и краеведения. Помогает то, что мы постоянно работаем с веревкой, то есть мы почти каждый выходной организовываем прыжки с веревкой. У нас соревнования по спортивному туризму. Лидерами стали спасатели Самарской области. Остальные участники тоже в плюсе. В Севастополе они улучшили тактику своей командной работы, которую теперь применят на практике. Олег Смирнов, Наталья Бабкевич, Андрей Асташев. Вести. Севастополь.